всем привет друзья мои здравствуйте салям алейкум я по-прежнему вас так приветствую потому что я вроде бы как нахожусь в мусульманской стране под названием малайзия но эта часть этой страны называется борнео или как они говорят борную провинция саравак где большинство населения почему-то христиане и китайцы вот город которыми я сейчас нахожусь называется мире или мире в общем я так и не буду где нужно ставить ударение по моему мире население его где-то 300 400 тысяч людей и самое интересное что все очень красиво здесь вот позвольте вас познакомить с парком под названием таман а вам что переводится малайского языка обозначает публичный парк или общественный парк таман а вам и очень милая достопримечательность этого парка деталь этого парка вот этот подвесной мост который шатается то есть вы видите он шатается вот он такой вантовый канатный и очень-очень милый симпатичный как по мне и не знаю как вам мне это очень очень нравится чувствуешь себя настоящим идианой джонсом туда же есть маленькая такая вот как бы водная площадка для детей такой меня аквапарк день это могут бегать прыгать развлекаться купаться в мини бассейн очень-очень мелкий ну и разумеется население здесь занимается спортом они ведут очень здоровый образ жизни вот мы видим девушку с полотенцем которая приближается на меня во всех парках очень много людей которые бегают постоянно делают аэробику какие-то упражнения и так далее в основном это китайцы но вот сейчас мы также видим китайское лицо поэтому я видеть не ошибся китайцы очень-очень здоровые люди ведущие очень здоровый образ жизни я уже несколько раз останавливался и жил в парках до конец утра до ночи там бегают даже те кто с трудом передвигается они все равно будут ходить и в дождь и ночь и в темноту но не будут передвигаться в горку ходить но будут преодолевать эти тропинки этого парка пускай пешком пускай с трудом еле-еле волоча ноги но они будут ходить вот так все пенсионеры там еле-еле живые уже на вид но все равно двигаются бегают и занимаются спортом вот так выглядят эти все прекрасные канатные дорожки мы сейчас видим опять удаляющуюся китаянку и другие участки этого очаровательного мостика вот причем здесь люди бегают и занимаются спортом как наверху так и внизу внизу тоже есть дорожки видите вот внизу есть тоже тротуарчики тропинчики такие вот тропинки господи я опять забыл русский язык простите пожалуйста я уже начал осваивать местный язык вот люди бегают видите люди бегают ведут активный и здоровый образ жизни в частности в частности я работал гидом в сингапуре поэтому я знаю эту информацию так как я ее изучал для того чтобы рассказывать туристам итак информация для вас средняя продолжительность жизни в сингапуре который на 80 процентов состоит из китайцев как вы думаете средняя продолжительность жизни в сингапуре никогда не поверите и не угадаете 84 года 84 года я стоял там три недели в парке и они с утра до ночи там бегали катались на велосипеде ходили занимались аэробикой по утрам тайчи или тайзи тюань и вели здоровый образ жизни даже в дождь даже ночью вот но ночью когда никого не было не там ездили на скутерах с моторчиком вот который стоит очень бешеных денег но сингапур это богатая страна вот это я веду к тому что все китайцы очень-очень очень-очень подвижный очень ведущий здоровый образ жизни так слову амалайцы курят с 8 лет мусульмане и курят по две-три пачки секрет в день краткое наблюдение просто за общественностью я уже не курю где-то полтора года и через полтора месяца у меня будет ровно два года как я не употребляю спиртное вообще ни в какой его форме ни при каких обстоятельствах я даже прожил полгода на кавказе позвольте буду идти показывать что там идет дальше и так я прожил полгода на кавказе и не выпил также там ни грамма алкоголя ни капли чего и вам всем желаю более того еще несколько поводов для гордости уже два раза я встретил день рождения и два раза я встретил новый год и не выпил ни капли алкоголя ни грамма не могу сказать что это было очень грустное событие и кто-то что-то упустил или как-то как как-то я от этого пострадал ни в коем случае одна тропиночка один мостик и второй мостик вот так выглядят эти мостики и вот так выглядит этот мостик вот отсюда вот позвольте вам показать в общем как по мне очень круто красивые парки такие ну чтобы окончательно развенчать все мифы если с еще сюда пойду значит еще я должен добавить что в окрестностях этого города есть залежи нефти и газа и полезных ископаемых каких-то поэтому в принципе город можно назвать обеспеченным но все деньги почему-то уходят в столицу разумеется не больше чем 10 человек в одно время а вот там написано вот смотрите на трех языках на трех языках написано вот три официальных языках можно видеть языка малайзии малайский и китайский и английский язык причем что интересно слово человек на малайском языке будет оранг то есть слово орангутан это значит лесной человек не очень давно где-то несколько недель назад я видел орангутанов они очень сильно напоминают больших людей и не очень симпатичные вот и более того еще последняя информация так что похвастаться генный состав орангутанов на 70 процентов составляет совпадает с человеческим то есть у них те же самые гены ох я забрался куда-то высоко ох круто вот так это выглядит друзья наслаждаемся ловим кайф вот внизу виден даже туалет общественный бесплатный ну в общем так живут люди в обеспеченных странах желаю вам также вести здоровый образ жизни ни о чем не переживать никогда не болеть быть самыми счастливыми людьми всем горячий привет из малайзии провинция саравак остров борнео с города мире меня зовут олег петров впереди еще много интересных мест стран континентов и городов увидимся и конечно будьте счастливы